Сегодня, на второй день рейда, который начался в пятницу, израильские силы столкнулись с палестинскими боевиками на оккупированном западном берегу в субботу. Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что в результате рейда погибли по меньшей мере два человека. Рейд был начат в районе Нур-Шамс, недалеко от палестинского города Туль-Карм, в пятницу. В результате столкновений были убиты несколько боевиков и были арестованы другие, по словам израильской армии, и по меньшей мере четыре солдата были ранены. Группа Туль-Кармских бригад, в которую входят боевики из множества палестинских фракций, сообщила, что их бойцы продолжали обмениваться огнем с израильскими силами в субботу. Над Нур-Шамс были замечены как минимум три дрона, где скопились израильские военные машины и были слышны залпы стрельбы. Согласно Министерству здравоохранения Палестины, с пятницы в Нур-Шамс, где проживают беженцы войны 1948 года и их потомки, было подтверждено убийство двух человек. Одной из жертв, по данным палестинских источников, оказался вооруженный боевик. Второй жертвой был 16-летний школьник, по информации палестинских чиновников. Насилие на Западном берегу нарастало еще до начала войны между Израилем и Хамас в Газе в октябре. Оно усилилось из-за частых рейдов Израиля, нападений палестинцев на улицах и погромах, устраиваемых в палестинских деревнях. Западный берег и Газа являются территориями, которые палестинцы рассматривают в качестве будущего независимого государства. Переговоры при посредничестве США были прекращены 10 лет назад.